Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня я начинаю новый влог. В этом влоге я покажу вам преображение нашей кухни. Всё, мне позвонили, сказали, будет готова кухня. Так что сегодня мы с мамой, мамочоли. Всем привет! Уже видите, немного перестановочка у нас на заднем плане. Это мамины идеи. Всё, я долго сопротивлялась, но в итоге победил здравый смысл. Мама победила! Вот, переставили вот так, сделали сейчас кресло, потому что занимает большую часть. Сейчас вот это вот всё, всё, что вот здесь, мы будем это всё убирать и освобождать. Нам нужно заделать там дыру, которую нам переставляли, трубы. Вот, и всё, и мы уже ждём. Завтра утром нам уже привезут кухню. Они всё должны поставить, все эти детали, и допоздна, сказали, будут её нам ставить. Поэтому давайте вот так посмотрим. Ну что, мои хорошие, вот мы стеночку и освободили с мамой. Раковина подсоединена, мы её не стали убирать. И вот печка тоже подсоединена, её уберут завтра. В общем, скоро всё это преобразится, уже не верится. Вот здесь нам переносили немного трубу, и сейчас я впервые буду запенивать. Взяла самую дешёвую пену, монтажную, за 141 рубль. Просто, чтобы заделать эту дырку, потому что она очень глубокая. Вот, сейчас засниму. Ой, ой, какие первые руки. Ой, она сваливается. А, вот так надо, смотри. Да? Да. Вокруг трубы-то. А потом её срежем лишнее. Вот, вот и всё. Вот я и сделала это. Сколько раз не застывает. Девочки, я влезла только что в монтажную пену. Еле-еле отмыла ацетоном вообще, для снять, жидкость для снятия ногтей. Вот. Еле-еле. Ещё кремом намазала. Вообще, хоть более-менее комфортно стало. А влезла каким образом? Мы решили её немного придавить. Мы думаем, даже может не замазывать, а вот так оставить. Ну, сейчас здесь придавили, чтобы холодильник плотненько встал. И всё. А она, кажется, внутри ещё такая была жидковатая. Там чуть-чуть дырочка, видимо, взбухнула. И мне прям на руку плеснула. И я такая пошла мыть. Короче, всё размазала. У меня руки липкие были. Просто я ни разу до этого не влазила. Вот, видите, она сверху тут такая подсохла. А внутри она ещё воздушная. В общем, всё. Ждём завтра. Ну что, мои хорошие, вот оно утро. Разбудили меня ни свет, ни заря. Нам вот уже тут расставляют. Я уже смотрю фасад. Он идеально подобрен под цвет полов. Шикарненько. Всё выставляют пока, расставляют. Пошли сейчас второй раз загружаться. В общем, ждём ткани уже, видите, собранное всё почти. Им как бы и не нужно собирать. Конечно, они тогда быстро её установят. Я думала, что всё отдельно придёт. А это круто, что уже собранные блоки такие. Они, получается, ставят их просто, да? Что-то соединяют. Это класс. Значит, будет быстро всё. Та-да-да-дам! Вот. Я не знаю, как они будут тут собирать, конечно. Места вообще нет. Просто всё заставили. Вот наша столешница. Столешница такая будет. И стенка фар такой вот будет в один цвет. Ну, всё по цветам гармонирует вроде бы. Я, конечно, честно говоря, немножко думала, что по-другому будет. Вот видите, здесь есть тёмные такие разводы, да? Под мрамор, что ли, что-то. Мы под мрамор вообще вот не хотели. Но здесь больше, знаете, под камень какой-то. Вот. Я думала, что будет всё вот так вот. Видите, вот кусочек, да? Вот и всё вот такое будет. Просто разводы. Но здесь есть такие, ну, чёткие такие линии. Ну, примеров не было, к сожалению. И показать ничего не могли. Вот это вот не очень хорошо, когда нет живого примера. Покажите, как смотрится большое, да? Вот, ну, вот уже столешница. Потому что нам показывают маленький примерчик вот так вот, да? А на этом примерчике вот этот кусочек был. Я говорю, о, классно, да? А когда приходят уже, вот они вам ещё тёмные пятна такие, да? И ты уже как бы вот в этом большое неудобство. Интуитивно прям выбирали. В общем, позвонил монтажник, сказал, что он там не успевает. Ты где-то на предыдущем месте задержится на пару часов. Вот. Мы его ждём. Мои хорошие, всё уже идёт не по плану. Нам вообще сказали, что будут в 12 часов изначально собирать нам. В 12 нам уже позвонили где-то и сказали, не смогу, в 2 приду. В 2 уже начало третьего я звоню и говорю, вы как там вообще к нам собираетесь? Говорят, ой, я ещё, ещё час я буду здесь. Только через час буду выезжать. Пока доделаю, пока инструменты соберу, пока покушает ещё, я так думаю. Короче, сейчас уже время. Половина четвёртого. 35 минут уже. И его ещё пока что нет. У нас вот такой вот здесь разгром. Ну, вот так. Собираем кухню. Немного процесса вам засниму. Ну, что, моя хорошая? Камера моя хорошая. Что, моя хорошая? Вечер. Я погуляла сейчас с малым, уходила. Рабочие всё закончили. Ну, точнее, не всё закончили, а вот что они закончили на сегодня. Это второй день. Вот на второй день они выставили низ, прикрепили вверх, вытяжку сделали нам. Вот здесь вот. Да, вроде бы. Вот, гофру надо будет купить потом, это они завтра придут, уже скажут. В общем, вот, шкаф тут ещё будет выстраиваться. В общем, то, что на сегодня сделали. Вот, это ещё всё у нас тут вот стоит. Вот такие дела. Это вот, что они сделали на второй день. Я очень бы хотела, чтобы завтра они закончили кухню. Но я уже слабо во всё это дело верю. Ну, они ещё 8-го точно, мне кажется, будут работать. Они так медленно работают, что я думаю, что 8-го они придут. И перенесётся новоселье и моё день рождения. Крошки мои, закончился день 3-й. Ну, ладно, можем первый день не считать. Где-то там 3 часа поработали и с кухней вообще ничего не делали. Давайте скажем так, день 2-й, да. Вот что на день 2-й. У нас ещё шкаф не собранный вот этот вот. У нас выставлены вроде бы все вот эти вот корпуса, да. Остались фасады и выстраивание, подключение вот этих всех моментов. Гардероб у нас уже установлен, да. Его вот сделали сегодня. Это вы уже видели в других видео, в предыдущих моих. Если что, здесь сделаю отметочку на гардероб, кому интересно. Вот. Завтра у меня день рождения. Вот сегодня 7-е число. У меня 8-го числа, 8-го августа день рождения. И вот завтра целый день допоздна они будут заканчивать эту работу. Поэтому непосредственно суббота, 8-е число, я буду заниматься, сами знаете, чем, да. Ну, 9-е воскресенье, уж я с надеждой буду ждать своих родственников. Вот. Ну, а девчонок перенесу на понедельник. У меня вроде все домохозяйки могут прийти, девчонки, и в понедельник. Поэтому переносится мой день рождения. Вот так. В общем, вот что на сегодняшний день. Кстати, мне очень нравится вот то, что мы выбрали столешницу. И, ну, фартук и столешница в одном. Это я видела в других кухнях. И мне очень понравилось. Видите, сколько места, да? Сейчас закрыты, открытые фасады все. Вот у меня вот там, сколько там места, девочки. Вот здесь все укуханное будет, внизу кухонное. У меня будет целый огромный шкаф, куда можно много чего убрать. И вот там вот, и вот здесь просто море. И еще внизу вот ящики вот здесь. Класс. Ладно, ждем завтра. И надеемся, что завтра все закончится. И я вам уже покажу готовую кухню. Девочки, вот она наша божественная кухонька. Мы уже, конечно, начали подготавливаться, отмечать день рождения. Вот эта кастрюля, конечно, она поменяется. Это ужасная кастрюля. Но мы в ней варим компотик. Это самая большая кастрюля, которая у нас есть. Короче, кухня, девочки. Да, затянули немножечко, делали немножечко дольше, чем хотелось бы. Но к качеству вообще просто не к чему придраться. Все настолько идеально подогнано. Все вообще супер-пупер красиво. Понимаете? Все сделано. Значит, смотрите, холодильник у нас был не встраиваемый, потому что мы его покупали в первую очередь. И мы решили просто его оставить. Хороший холодильник брали. Мы для него сделали выемку. Места для хранения дофига. Вот здесь, вот здесь, девочки. Короче, два фасада потерялись. Они выехали со склада. И вот уже когда начали все собирать, они потерялись. Их заказали. Вот, поэтому кухню мы оплачивать будем тогда, когда нам сделают вот эти вот все фасады. Так что 50% я еще не заплатила за эту кухню, оставшиеся. Когда они сделают, в их интересах сделают побыстрее, да, я заплачу все оставшиеся. Короче, мест для хранения здесь просто море, просто. Давайте пройдемся чуть-чуть поближе, да? Так, холодильник это вы знаете. Вот здесь у нас два открывается пушами. Так, раз. Ой, высоко. Потом не достану. Тут, конечно, нужно будет со стремянкой тоже, особенно туда. Там будет храниться что-нибудь такое, что нам долго не нужно. Здесь у нас все открывается вот таким способом. Просто снизу. Просто снизу. Вот так вот. Раз. Два. Это очень удобно. Вот. Здесь у нас посуда. Все с доводчиками. Все доводится. Очень круто. Так. Ну, здесь вы поняли, да? Вытяжка у нас встраиваемая моя. С подсветочкой тоже. Та-там. Тра-та-там. Вот. Вот так вот она на единичке работает. Мне кажется, достаточно мощная. Когда буду снимать видео, конечно, не буду ее включать. Здесь все. Хранение, хранение, хранение. Здесь у нас закуточек. Видите, розеток сколько понаделала. Здесь закуточек. Здесь будет у нас мультиварка. Здесь будет моя кофеварка. То есть тут уголок такой будет. Вот здесь вот разложу потом и кофе, и чай. Будет. Именно вот здесь, прямо над ней. Дальше. Здесь мы спрятали котел. Посмотрите, сколько там места, девчонки, еще море просто. Открываем. Сейчас с открытыми покажу. Опля. А, надо вам сейчас открытые сделать и показать. Вот здесь вот тоже. Раз. И два. Та-да-там. Смотрите. Вот я вам открыла, девчонки, но это еще не все, потому что верхние вот эти, они открываются еще вверх. Они очень глубокие, 60 сантиметров в глубину. Вот. Ну, в общем, вы понимаете, да, как все это дело работает. Еще заглянем, значит, что у нас здесь встроено было. Значит, вот это вот уже все сделали нам, да. Вот здесь все сделали для хранения приборов. Второй вот у нас здесь ящичек. Это уже такое, ну, тоже что-нибудь мелкое, но то, что вот там не будет. Ну, и здесь, может быть, кастрюля, еще что-то. Все закрываем, закрываем. Здесь у нас аппендицитик такой внутрь идет. Здесь вот все коммуникации подведены. Тут тоже, видите, такой немножко сложно сочиненный. Глубокий. Сюда, кстати, тоже можно что-то поставить. Здесь у нас без доводчика, здесь зажимчики вот такие, видите, раз. Это пушапы у нас. Пуши. Все продумано до мелочей. Здесь захлопываем, 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 захлопываем. Тут захлопываем. Дальше. Раковина. Я ее брала. Очень классная, хорошая. В ХДМе такие продаются. Я брала на рынке. У того же человека, у кого мы заказывали нашу раковину-подстиралку в ванну. Очень хорошее качество. Они привозят чуть дешевле, чем в ХДМе. Вот я взяла вот эту раковину. И это одной же фирмы. То есть в цвет в цвет они тут делают. Вот такой вот кран-смеситель. И у нас он идет с водичкой. Все, здесь водичка льется. И вода обычная, да. Вот такие фильтра у нас стоят. Аквафор. Одни из лучших. 10 тысяч или 9500. Я взяла 10, по-моему, не помню. Фильтры очень быстро меняются. В общем, все супер-пупер. Здесь будет мусорное ведро стоять у нас. Так, что у нас? Странная микроволновка. Просто обалдежная. Смотрите, нажимаю кнопку. Она сама тут. Опа, открылась. Вот, выставляем тут время. Вот я уже выставила все верно. В общем, вообще классная. Классная микроволновка. Такая же у нас тут духовка обалденная. Это все с одной серии. Самсунг. Вот, это мама будет сегодня испытывать ее. Будет готовить. В общем, девочки, вот такая кухня. Подсветочка. Вот она работает. Включена, выключена. Очень красиво, аккуратненько все сделано. Вот, смотрите. Смотрите, смотрите. Это без подсветочки. Это вот с одной только этой подсветочкой. Вот. Без подсветки. Короче, на самом деле... Ой, сейчас. На самом деле кухня просто реально бомбовская. Мне очень нравится. Я тут полностью довольна. Мы еще будем заказывать стол, который будет вот здесь. Он будет как островок, как барная стойка. Тоже столешница вот такая будет. Вот. Ну что, мои хорошие. Вот такая кухня у нас получилась. Я очень довольна. Конечно, вот этот вот цвет. Можно даже было сделать его потемнее, если честно. Потому что он сдалека, вот кажется, что это просто на белый цвет падает тень. И она все равно в целом получается вся белая. Вот этим вот я тоже очень довольна. Потому что это под камень, да. Очень красиво все гармонирует по цветам, вы поняли, да. Правда, очень красиво. Это то, что я хотела. Конечно, было бы круто, чтобы здесь была не газовая варочная панель. И вот эта вот черная. То, что все портит. Но там, где есть газ, мама говорит, за электричество там как-то больше платится. Поэтому раз есть газ, будем пользоваться газом. Ну, купили газ в варочную панель. Поближе покажу. Вот варочная панель у нас Siemens. Выбирали одну из лучших. Тут у нас стекло. Вот. Ну, все очень круто. Тут вообще регулируется, нажимается. Не нужна теперь зажигалка, чтобы все включать. А, вот здесь у нас посудомойка. Вот она. Мы тоже с ней в ближайшее время разберемся. Будем мыть посуду. Не руками теперь. Так. Ну, в принципе, и все, наверное, да, из технических таких моментов. Все. Сейчас будем все расставлять, раскидывать. Вот. И уже все расставим. Я покажу тогда. Крошки потихоньку пока расставляем. Я сейчас протерла все фасады. И вверху мама уже протерла. Я внизу сейчас там все протирала. И что я могу сказать по поводу... У нас же... Я не сказала. У нас здесь материал. Тач такой, знаете, называется. Он очень мягкий. Софт. Софт-тач, да. Мягкие. Мягкое прикосновение такое. Они матовые. Вот. Можете видеть. Я могу сказать, знаете, что это будет мотивация у меня все-таки мыть руки еще чаще, чем я их мою. Потому что любые пятна, конечно, они остаются, и их видно. Может быть, если бы была вот такая вот, да, поверхность, то было бы не так видно, не так бы отпечатывалось все. А именно вот этот софт-тач. Да. Но я просто взяла влажную тряпочку. Сейчас все протерла. В принципе, все разводы, как видите, все убралось. То есть она смотрится белой. То есть не сказала бы, что нужно прям сильно там что-то сильно оттирать. Вроде пока нормально. Но дальше посмотрим. Вот уже поставили сюда. Вот у нас здесь хранится кофемашина, кофеварка. Мультиварка тоже сейчас ее помоем. Чайничек. Вот в этом углу мы специально вот эту вот нишу сделали для этого. А здесь у нас вот кофе внизу, чай будет наверху. Вот здесь будут стаканчики. Там нет, нет, что-то удобненько. Вот здесь вот. Вот именно, ну, кофе делать, да. Сейчас уже вниз сюда молоко сложу, потому что я его грею всегда. Чуть-чуть здесь поубирала. Короче, расставляем. Расставляем, расставляем. В общем, зайки мои. Монтирую сейчас видео и понимаю, что я кухню для вас не закончила снимать. А прошло уже несколько дней. Ну, да ладно. В целом, в общем, я полностью довольна кухней. Все замечательно. Претензий никаких нет по кухне. В принципе, вообще. Вот. Все уже, много что в квартире уже освободила. Засунула на антресоли. На все это вы уже увидите во влоге потом. В общем, что я могу сказать? Я счастлива. Все гости, которые ко мне приходили, все просто-просто говорят, что кухня бомба. Возможно, она не передает там все цвета на картинке, да. Там уже где-то желтит, где-то свет непонятно мигает. Но она очень светлая, очень классная. И, вы знаете, стало как-то даже больше пространства в квартире, вот в этой комнате точнее, да, из-за этой кухни. И вообще, я заметила, что от того, что она такая высокая, потолок, какая-то комната, как будто потолки выше стали. Такое ощущение. И почему я хотела в спальне еще, помню, сделать тоже шкаф под потолок. Потому что, да, потолки становятся какие-то высокие. Комната какая-то вытягивается, становится какой-то величественной такой, да. И вот с этой кухней вообще стало места еще больше, чем когда у нас здесь столы стояли. Вот. В общем, нарадоваться не могу. Посуду все время хожу, намываю, все здесь натираю. От кухни оторваться невозможно. Вот. Кухня моей мечты. Я счастлива. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было полезным, интересным для вас. Если так, обязательно ставьте лайк, если понравилась моя кухня. Впереди много интересного. Еще ремонт продолжается. Делать еще будем очень много всего. Поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять меня, если вы еще не подписаны. И до новых видео. Пока-пока. Ногти, конечно, у меня в ужасе. Сегодня мыло, терло. А это обычный лак. Вот он истерся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...